Девушки отдыхают 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 Ява, обязательно ее попробуйте. Спешите посетить фирменные отделы компании Гигабайт. Каждый геймер обязательно найдет то, что ему нужно в отделах CD-центра. Огромный ассортимент софта, фильмов и музыки, а также самый большой в нашем городе выбор компьютерных игрушек. Ну а мы с вами продолжаем. Далее в программе «Хиты недели». Замыкает тройку лидеров на этой неделе «Common and Concord Generals. Война в Ираке». Неофициальное фенское дополнение к самой популярной РТСки на сегодняшний день. Множество любопытных фич, плюс исправленные глюки, новые кампании и образцы техники. На выходе имеем практически идеальную реал-тайм-стратегию. Всем любителям играть обязательно. На втором месте на этой неделе «Far Cry». Этот проект — детище небольшой германской фирмы Crytek Studios, основанной в 1999 году. Начинался он под названием «Exile». Однако в полноценную игру «Exile» так и не развился, оставшись лишь средством демонстрации возможностей новых тогда видеокарт GeForce 3 и разработанного Crytek-движка. Однако, к счастью, этим дело всё же не закончилось. И теперь проект переживает второе рождение под именем «Far Cry». Игры, изначально ориентированные на мультиплеер, уже единожды доказав свою востребованность и состоятельность, продолжают отвоёвать себе место под солнцем. Если раньше в моде были одиночные игры с сетевыми возможностями, то теперь акценты нередко смещаются с точностью да наоборот. Последователей этой тенденции год от года становится всё больше. Перед вами один из них — «Встричаки», чемпион этой недели — Unreal Tournament 2004. Мультиплеерный, символный наследник славных традиций Unreal. И без сомнения, потенциальный хит этого года. А теперь гейм-секреты. Надеюсь, что ручка и бумага у вас уже под рукой, потому что сегодня мы ломаем Need for Speed Underground. Смотрите внимательно и не говорите потом, что не видели. Игра-легенда, игра-надежда, игра-разочарование. Отличная сказка про уличных гонщиков. Красивые машины, красивые девушки и никаких ограничений. А раз так, разработчики предусмотрели наличие в игре секретных кодов. Вот он. Чтобы ввести каждый из кодов, необходимо зайти в главное меню, далее в меню статистики, потом вернуться обратно, нажав Delete. Далее можно набирать выбранный вами код. КОД! И ВА! Как много в этом слове для сердца лётчика слилось. Пожалуй, с тех пор, как наиболее раздражающие глюки первого релиза были устранены патчами, об этой игре, точнее, после выхода Забытых Сражений уже о серии, действительно можно говорить как о лучшем продукте в жанре авиасимуляторов Второй мировой. За год с лишним, прошедший с выхода Ил-2 Штурмовик Забытые Сражения, разработчики сего продукта не обделяли нас своим вниманием и умудрились выпустить более десятка апдейтов. Кое-что в этих апдейтах было банальным исправлением глюков, которых, увы, в оригинальной версии хватало. Также добавлялись новые самолёты, совершенствовалась модель и так далее. И вот теперь дело дошло до отдельного продукта, аддона, получившего название Асы в небе. Поскольку речь не о новой игре, а о дополнении, то концептуальных изменений не произошло. Добавились новые самолёты, плюс, как это бывало раньше, часть прежде недоступных игроку стала доступными. Тех и других со всеми модификациями в игре теперь в общей сложности 166 моделей. Кажется, ни один другой симулятор не может похвастаться подобным изобилием. Кроме того, появились новые динамические компании с той же идеологией. Вы можете слегка влиять на тактическую ситуацию, но не на ход войны. Новые карты, новые наземные объекты и корабли. Всего новых компаний 9. Для Германии это компании-пилота Messerschmitt Bf 110 и истребителя ТА-152. Кроме того, удлинились компании для пилота Ю-87 и истребителя группы Армий Юг. Добавились фазы эвакуации из Кавказа и Кубани соответственно. Новых самолётов-союзников не так много. Во-первых, это хорошо нам знакомые американские истребители P-51 Mustang, P-38 Lightning и чуть менее известный P-63 C-5 King Cobra, разработанный на базе P-39 Aero Cobra с учётом замечаний советских пилотов и конструкторов. В целом, игра отличная, однако без недочётов не обошлось. Некоторые нарекания у меня лично возникают к физическим характеристикам движка. Чрезмерная тенденция к срыву потока и неоправданный эффект крутящего момента у отдельных самолётов. В остальном же, как обычно, в Ил-2 всё на весьма достойном уровне, включая, к примеру, неполадки двигателей, приводящие к их отказам. По части графики тоже есть некоторые изменения, самым заметным из которых стала вода. Отражения в воде береговых объектов теперь колеблятся. Кроме того, отражают и облака. А характер волн теперь зависит от состояния погоды. В общем, как водится, мелкие недостатки мешают поставить хорошему в целом продукту высшую оценку. Отдельных миссий тоже хотелось бы побольше. Возможность наделать их самому в редакторе неадекватная замена. Да и выбор обучающих при таком разнообразии самых разных самолётов явно надо расширять. Тем не менее, всё, что выходит под маркой Ил-2, проходит по разряду «иметь обязательно». Прощаюсь. Всё. Смотрите «Геймзону» в следующую среду на канале «Экспресс». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова